Тесто из магнума Планировала, в общем, заморозить Но я думаю, что когда оно разморозится Будет не очень вкусное Хотя, не знаю, я не пробовала замораживать тесто Как у вас с этим делом Подсказывайте, может быть, нормальное Оно размораживается, как обычно В общем, я решила сделать Что-то из этого теста Нашла в гугле рецепт Лепешек С картошкой Как раз у меня До вчерашнего дня осталась картошка И лук В общем, можно сделать вот такие вот лепешечки С картошкой Просто нужно Отварить картошку, как на пюре Перемешать с обжаренным Луком Добавить там маслица Сделать вот такие вот Лепешечки Немножечко их раскатать скалкой И обжарить на масле Я думаю, что получится Очень вкусно, типа как хачины, наверное Так что Тесто есть, картофель есть Лук есть, молоко есть Сливочное масло Растительное масло И все Будем приступать Надеюсь, что получится вкусно Для начала достану кастрюлю Которую буду отваривать Картошечку Кстати, я заметила Из-за того, что у нас сейчас кухня полугустая Здесь у нас нет стола На котором стоял компьютер И сейчас у нас прям эхо в комнате У-у-у, слышите? Что по поводу вязания Сейчас я снова начала вязать Какое-то время у меня был отпуск от вязания Отдых Потому что по работе я тоже не успевала В обеденное время я тоже не успевала вязать Поэтому у меня был, может быть, творческий кризис После чего недавно я узнала Что будет у нас в городе 4 октября На день города будет ярмарка Поэтому я решила участвовать в этой ярмарке Там предоставляют стол В общем, все тебе предоставляют Рабочее место Нужно просто принести свои работы И продавать их Составлять народу Я решила поучаствовать Надеюсь, что у меня получится И поэтому У меня не так много игрушек сейчас готовых вязаных Поэтому я в последнее время вязала очень много А для ярмарки желательно Не большие игрушки вязать А такие среднего размера Или даже маленькие Потому что их можно связать большое количество И потому что, скорее всего Они лучше продаются, чем большие игрушки Потому что большие будут дороже И учитывая то, что это все ручная работа Ручная работа ценится, конечно, еще дороже Чем обычные игрушки, допустим, готовые Поэтому я нарезала В принципе, уже достаточное количество Маленьких игрушек из плюшевой пряжи Но в планах у меня есть еще игрушки И чуть позже я вам покажу Так, то количество картошки, которое у меня уже было Вот столько Наверное, я сейчас еще пару штук сюда нарежу И сюда воду, которую мы недавно кипятили В чем холодную воду Сразу залью горячую И зато у меня быстрее приготовится моя картошечка Немножко подсолю ее Все раз вода закипит Накрою крышкой И буду приступать к раскатке теста Кстати, я тут все вот это вот убирала Снимала и чистила Получилось все чистенько Правда, не могу ее на место вставить Максу говорила, но он забыл, наверное А так все стало чистенько Кстати, мне вот эти вот перечницы Баночки для приправ очень понравились Здесь есть мелкое отверстие, среднее И прям совсем крупное Приготовлю сейчас Так, а пока я нарежу половину луковицы Думаю, этого будет достаточно Не буду новую чистить На мелкие-мелкие кубики И обжарю их немножко как в масле До золотистого цвета Мое пюре готово Добавила туда лук И кусок масла Сейчас наливаю теплое молоко Которое я согрела в нагрузке И буду делать пюре А пока расскажу вам историю Только что Нет, начну с того, что у меня есть Видео-обзор на коляску Которая у нас называется Адам Экс Барлетта Мы покупали ее Когда Данелька родилась В 2016 году, получается И я сняла видео-обзор на эту коляску Очень подробный Сейчас это видео набрало Около 100 тысяч просмотров В Казахстане такое видео единственное В поисковике Google Если вбить Адам Экс Барлетта Это видео появляется вторым После обзора на такую же коляску Украинской компании Которая занимается продажей колясок Получается на втором месте Одно из популярных видео Я зашла на сайт Адам Экс Комру И нашла свое видео у них на странице Представляете Там под разделом Отзывы покупателей Опубликовано мое видео При этом мне Адам Экс ничего не писал Никакого согласия на публикацию моего видео На их сайте я не давала Они даже не написали Спасибо за хороший обзор и отзыв В общем, я им написала Что это мое видео Что они опубликовали без моего разрешения И будем ждать, что же они ответят Я думаю, что-то они должны ответить Причем я написала им в двух-трех местах Думаю, что без внимания Мое сообщение точно не останется Как минимум, я думаю, что они должны Написать спасибо за хороший отзыв Потому что я их товар очень хорошо порекламировала Сто тысяч просмотров Я думаю, это немалое количество Много лайков Я думаю, что немало людей Купили эту коляску благодаря моему видео Плюс ко всему У меня было очень много вопросов Когда были комментарии открыты под моим видео А после этого мне писали в инстаграме Вконтакте Спрашивали Хорошая ли коляска В общем, буду ждать ответа Я поймала Я пойму, пожалуйста Я пойму, что женщина Я пойму Я пойму Я пойму Душа, джинсы на чей, что кешется Еще джинсы Данелька сама надела джинсы, достала их из шкафа. Почти за все лето я пару раз только надела эти джинсы, потому что я хочу, чтобы ей было комфортно и прохладно, и не жарко. Ребенок мой голодный, что ли? Очень честно. Давайте молоко дадим Данельке. Ау! С самого детства я почему-то обожаю пюре. Именно такое, которое делала моя мама всегда. Сейчас она редко жарит картошку с пирожками, редко печет. Но когда это происходит, я прям штук, штуки четыре точно могу съесть за раз. Ммм! Надо еще соли. Ой, простите, аллергия надоела. Раскатала тесто, половинку теста на рулет и поделила на такие равные части. Сейчас я это с двух сторон обувляю в муке. Буду раскатывать скалкой каждый кусочек отдельно в лепешку. В общем, раскатала свои лепешки, положила туда в серединку картошки и защипнула все в верхушку, немножко раскатала скалкой. Тут есть у меня, конечно, где порвалось. Порвалось тесто. Ну, я думаю, будет вкусненько. Разогреваем масло. Там же, где жарила лук. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится в итоге. Вот. Держи. Мам, сейчас у отца появилось много работы и... Мам, пойми, это мой ребенок. Я тебя понимаю. Вот. Смотрите, какая вкуснота получается. Крутота. Лепешечки с картошкой. Танюка уже одну съела. Танюка, вкусно? Да. Потом меня сейчас, Саймона, да? Лепешкой ставим. Завтра будет вкусный завтрак. А вот, что у нас в разрезе. Тонкий слой теста и картошечка. Теперь у меня будет очень часто, я думаю, такая вкуснота. Потому что можно купить готовое тесто и картошечка всегда дома есть. Вот. Смотрите, сколько у меня получилось лепешечек. Таких пухленьких. С картошкой. И немножко осталось пюре. Пару штук мы уже съели. Так что завтра и Иоанна на работу возьму, и Макс на работу возьмет. И Данилька поест. И, короче, всем хватит. Ну все. На этом сегодня все. Всем пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok